Это видео в нашу редакцию прислали жители дома на улице Островского, 26, корпус 1. Из забитых труб канализации нечистоты текут прямо в подвал. По словам жителей многоэтажки, когда они возвращаются домой после работы, подвал под квартирами уже заполнен канализационными сливами по щиколотку. Два года назад я приобрела данную квартиру, обращалась в управляющую компанию. Неоднократно я подавала заявление о том, что у нас засоряется труба в ужасном состоянии, засоряется канализация, все это течет. Это неприятный запах, сырость. Уже, извините, фекалии поплыли к нам в подвал, то есть под квартиру. У нас подвал находится в квартире. У нас не одна квартира течет. Сейчас вот в данный момент, потому что колодцы встали, мы опять же звонишь, допустим, вызываешь людей. Уже все телефоны скоро, наверное, наизусть буду знать. Вот. И бездействие какое-то. Несколько месяцев назад аварийные службы здесь уже копошились. Но видимых изменений не произошло. Только хуже стало, говорят местные. А дело все в том, что у ремонтников оборвался трос. Так его там и бросили. Погружаться в коллектор глубже они не хотят. Мастер, инженер, с которым я сегодня общалась утром, и что он сказал? Ждите то аварийку, то водоканал, то опять снова. И вот так они вот друг на друга перекидывают. Но когда мы уже пошли, просто у нас из подвала течет уже фонтаном, и это все выливается, я уже взяла вот мужа, соседа, который вот затапливается уже второй подвал. Мы уже пошли, и ребята то и ждали мастера. Они там трос, получается, они его туда сунули, обратно они его не смогли выучить. Они его переломили, и он там остался. Соответственно, если на трос то, что бросают, даже туалетную бумагу, пока она растворится, все это накручивается. Инженер управляющей компании «Битримсервис» заявил нам, что трос уберут обязательно. А вот о замене труб пока говорить рано. Сегодня мы это все посмотрели, мы это увидели. И письмо на аварийную службу города Рязани написали и отослали. У нас заключен договор с аварийной службой города Рязани. И она прочищает лежаки в доме. Написали письмо для того, чтобы они эту неисправность устраняли. Кроме того, люди предполагают, что труба забита не только в одном месте, но и на всем протяжении. Жители дома на Островского, 26, корпус 1, уже готовят заявление в прокуратуру. Два года жизни в нечистотах – это вам не шутки. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».